Друзья, привет! У нас экспромт. К нам в клинику приехал Евгений 5 дней назад. Сегодня мы закончили его красивые зубы. Ангелина делала просто чистку, да? А расскажи, что мы тебе делали, с какой проблемой ты приехал, а и откуда ты приехал? Да, приехал я из Чехии, делали коронки цирконевые, 21 зуб в итоге. Ну, свои жевательные предпочел пока сохранить, но по результатам текущим уже, думаю, и жевательные можно будет поменять. А зачем они же у тебя здоровые? Да, здоровые, но все равно для красоты. Это, конечно, весело. Смотрите, многие говорят, я хочу полностью рот сделать красивую голливудскую улыбку. Маляры, они не видны. Если они у вас здоровые, ну, лучше их не трогать. Вот когда заболят, начнут разрушаться, вы потом их доставите в любой момент. Зачем? Вот, придерживаю. Ну, вот я того же и придерживала сомнения, да, поэтому сделал 20. Ну, хотел сделать 20, но там двойная коронка была, поэтому 21 зуб получился. И плюс капают для сна, потому что у меня стачиваются зубы во сне. В общем, поскрипываю, судя по всему. Роксизм небольшой. Так, ты приехал, вот, как тебя встретили? Как ты вообще нас нашел? Не страшно было приезжать непонятно куда? С другой стороны? Нет, не страшно. В Анталии мы каждый год. Страшно было в целом, как бы, скажем так, попасть на не самую хорошую клинику. Вот. Как ты выбрал? Ну, выбор был, скажем так, долгим, но решительным. Вот. Сначала я, ну, начал там высматривать различные клиники, тоже нашел женщину, которая помогает здесь поиском. Вот, с ней длительное время общались, плюс-минус там запланировали даты. Вот, но в конце, практически там уже за месяц до той даты, к которой я планировал приезжать, вот, засомневался. Потому что с документами какие-то вопросы возникли, то есть, никаких документов. Они не давали никаких гарантий, ничего. Да, ну, гарантия есть на словах, как бы, ни сертификаты, ни договоры, ничего особо нет. Плюс она как-то меняла там мнение, то, сначала одну клинику и глядала, потом другую. Ну, вообще, как-то не стабильно, не прозрачно. Нет, я не как агент по клиникам, я здесь практически живу, это моя любимая Веста. Да, поэтому, когда сомнения уже основательные, скажем так, во мне залегли, я начал искать дальше, еще начал связываться, наверное, связался с пятью-семью клиниками. Нашел тебя, нашел тебя в Инстаграме. Да, серьезно? Да, нашел в Инстаграме. Я редко просто захожу. Да, ну, по каким-то ключевым запросам там, в общем, находил клиники и нашел тебя. Вот, и, скажем так, уже с тобой решение было очень быстрое, потому что ты четко сразу, во-первых, отправила в группу, в которой вся информация, все это есть, до деталей. Можно самостоятельно, в спокойном режиме со всем ознакомиться, со временем. Так, чтобы абсолютно... Получить его, да, клинике нужно долго, постоянно проходить проверки. Вот, у нашей клиники этот сертификат есть, и я выкладывала в группу. Не видели? Ну, я наверняка видел, потому что я все просмотрел, я все изучил. И вот как раз-таки то, что зацепило, то, что сразу как бы... Да, то, что слова, подкрепленные тем, документами, просто тоже страшно приехать, да, в одной из Техии, в другую страну, и потом как-то уехать, а что с этим делать, а здесь как-то, ну... Ты тоже помогала выбирать, да, да, да. Ну, а здесь он сам справился, если честно. Ты только делала чистку зубов. Понравилось чистку? Да, идеально. У меня стоят ретейнеры, я носила брекеты, и, собственно, почистить их... Это не самое легкое, мне казалось, но девчонки справились очень быстро, классно, вообще просто супер, мне кажется, даже оттенок зубов немножко поменялся, посветлели. Мне очень понравилось. Да, Евгений тоже сказал, говорит, вроде сделали чистку, уже побелели намного. Да, да, да. Ну, и в целом, как бы, вот, наше общение с тобой сразу началось с плана лечения, то есть, вот, подобного мне ни одна клиника не предложила. А что они предлагали? Мы просто запросили рентген, потом посчитали и прислали стоимость, условия и все, в принципе. И тоже никаких материалов, договоров, сертификатов, ничего непонятно, ни страна, производитель материала, ничего. Да, да. В общем, когда... Я сразу разложила, какие материалы у нас есть, какие есть импланты, какой есть выбор, какие цены, что входит, что будем лечить. Я еще предпочтения твои спросила, да, что ты хочешь. У меня совсем не без дополнительных вопросов. Да, ну, прям сразу, и сразу этот наглядный план лечения, где ты видишь, какие у тебя зубы меняются, что будет и так далее. Ну, то есть, вообще, максимально все прозрачно и сразу вызывает доверие. Поэтому мы сразу начали уже там, ну, спустя там несколько дней, по-моему, начали договариваться уже. Написали, и буквально пару дней уже все, мы летим, вот билеты, пожалуйста, бронируй на вас. А ну, сразу чувствуется, я еще тоже вот на свою интуицию часто опираюсь, то есть, если где-то вот есть сомнения, начинаешь думать, может, да, а может, нет, то для меня это вот сразу нет. А когда вот как-то так душа лежит, и все идет, да, как по маслу, я сразу говорю, что это наш. Ну, свои люди сразу чувствуются, да. Евгений с Ангелиной, они приехали в свой отель, сняли пятизвездочный, вот, и для них был классный сюрприз, расскажите. Да, мы, у нас, как бы, тур под ключ был, вот, куплен, и мы, таки, выходим из аэропорта, вот, ну, думаем, сейчас пойдем. Ты так можно мне расскажу? Я такая поворачиваю, говорю, там твое имя написано, говорю, мне не кажется. Огромная табличка такая. Евгений Русс, да. Еще и водитель такой позитивный, он такой аж подпрыгивал, такой классный вообще. Типа, дойдите меня, дойдите. Да, да, да. Да, и такая классная, люксусная машина с таким интерьерчиком прикольным в середине, да. Все бизнес-класса, в общем, все на максимальном уровне, мы такие сели, мы даже забыли про то, что у нас там трансфер, сразу просто пошли, сели, классно нас отвезли в наш отель, вот. Очень приятный водитель, кстати, позитивный. А вас вообще должны были с того отеля встретить, или нет? Да, ну, автобусы. Конечно, у нас два трансфера было, но мы выбрали вас. Мы не смогли отказаться от такого предложения. Конечно, да. Не, у нас просто, как бы, этот трансфер, ну, в Турции любят все похвастаться. Да, трансферами, машинами, отелями, чтобы все было VIP. Ну, турки любят, вот этот пафос. За нами даже Майбах приехал. Да, Майбах приехал. И возили вас в клинику каждый день. Каждый день, да. Я, на самом деле, честно тебе скажу, что я представлял совсем все по-другому. Как ты представлял? Когда думал, что если пять дней лечения, значит, у меня будет пять дней по восемь часов просто там тотального, да, надо вырабатывать терпение и готовиться. Я считаю, что это будет очень больно. Но было нормально, мы успели и в бассейне, и пару коктейльчиков выпить мы тоже успели. То есть все это можно. Еще это хмель. Да, вообще, да, мы взяли действительно там хороший отель, ну, в попытке совместить отпуск, но я думал, там, если у меня не получится, то жена хотя бы отдохнет. Вот. У тебя все получилось. Да, в результате первый день, как бы самый сложный первый день и последний. Вот. Ну, наверное, последний все-таки такой посложнее, первый, можно сказать, что тоже нет. И получается, второй, третий, четвертый день вы просто были на релаксе и отдыхали. Ну, вообще, да, мы отдыхали. Не надо было ничего делать. Я кушал нормально, и вообще все, никаких ограничений. То есть сначала запилили зубы, поставили такие временные одни, временные другие, и, собственно, можно было есть, не нужно было ходить там и позориться с какой-то запиленной челюстью, да, то есть все было очень велично, красиво. И по времени это занимало очень недолго. Вообще, ну, да, было пару часов, а остальное время мы могли посвящать себе. Да, у меня, получается, первый день был полный в клинике, а остальные дни по 2-3 часа. Вот, и пластиковые зубы вот эти, да, какие-то, ну, временные, да, они, ну, никакого дискомфорта не доставляли. Они даже выглядели нормально. Они выглядели как настоящие, да. Можно было кусать. Вот, горячие супчики, там, кофе, ну, в общем, вообще все, ничего не отказывал. И вот это вот для меня было полной неожиданностью, потому что я думал, что это будет 5 дней без еды. И 5 дней в клинике, 8 часов с откройтой. Да, да, да. Вот такой челюст, да, обезболивающих на каких-то, ну, ничего другого не было. Да, обезболивающие у меня было только вот первый день, да, одна таблетка. Все, больше вообще не было. Вот, и получается, машина каждый день, да, приезжала, то есть со мной в Телеграме связывается. Майбах приезжает каждый день, привозит, отвозит. Ну, то есть вообще красота, полный сервис, абсолютный комфорт, вот, все в клинике максимально приветливые, максимально опытные, поражает скорость соотношений с качеством. То есть, несмотря на такой высокий, ну, видно профессионализм, когда профессионал работает, вот, все быстро и четко. Мы ни от кого никогда не скрываем цены. Ты можешь сейчас озвучить, вот тебе сделали полный рот под ключ, все, красиво. Сколько ты заплатил за все вот это мероприятие? Ну, да, у меня отель был отдельно, поэтому вот из-за клиники 3,5 тысячи евро получилось вместе с капой. Вот, грубо говоря, там плюс-минус может быть. Ребята, зубы под ключ. Делайте выводы. Да, а тем более вы приехали с Европы. Скажите, сколько у вас в Чехии стоили бы твои зубы? Ну, вы наверняка знаете. Да, у меня были свои коронки, и несколько коронок я делал в Чехии, и вот сейчас, вот последнюю я делал в прошлом году, тысячу евро за одну. За одну тысячу, да. А здесь весь рот. И это был месяц походов. То есть это месяц за одной коронкой, там, ну, я не знаю, как они так растягивают. Ну, это значит, если только в начале они говорят одно, а в конце там может быть вообще другое, поэтому... Там еще непонятно, они делают металлокерамику, а не цирковь. Вообще непонятно, вообще непонятно. И точно ставят вот эти штифты металлические, то, что уже там никто не ставит. Не ставят уже давно. Есть стеклокерамические штифты, если нужно укрепить зуб, ну, металлические, постоянно отравление тяжелыми металлами, поэтому стараются... А у меня еще больной желудок, как бы, у меня... Да, нельзя. Вообще мне такое нельзя. Ну, да, это совсем другой уровень. Но цены могут отличаться. Вот ты когда пошел, ты себе пломбу делал, нам сначала сказали 9 тысяч, в итоге мы заплатили 27. Это вот коронка как раз и была. Он мне сначала... Ну, не 9, я не помню, он, по-моему, 15 сказал тысяч. То есть переобувается во время лечения. Да, да, да. Да, постоянно что-то такое. Вот, то есть Европа вообще не гарантия, что там тебя делают хорошо и делают там за те деньги, за которые ты говоришь, вообще никакая гарантия. А здесь, конечно, другая страна, как бы, ты изначально там с опаской относишься, да? Все равно страшно. Да, можно ехать, но обратно будет друг друга, да, да, и так далее. То есть, ну, как бы, ты должен основательно к этому подойти вопросу, но вообще никаких условий, ничего не поменялось. Все как договаривались абсолютно, даже больше. Если мы делаем просчет, он не меняется, даже если клиника повышает цены, там, тут в Турции, понятно, кризис все растет, вот, клиент, если посчитал, то ничего не будет меняться. Единственное, мы предупреждаем, когда делаются операции, но это не в твоем случае, что, может быть, костной ткани понадобится больше, да, и мы не видим на снимке, сколько нужно единиц. Там, три посчитали единицы, ну, это очень много, но бывали такие, вот, как у моей мамы мы делали, ей зубы, ей пришлось там чуть ли не 12 единиц делать, это очень большие деньги. Но заранее мы говорим, что вдруг еще единица понадобится, нужно будет на всякий случай дополнительно вот столько денег взять. Если будут какие-то левые расходы, ну, клиника подарит их, потому что она накосячила, изначально не просчитала, вот, мы не будем повышать. Ну, и вообще, как бы, хочется сказать, что, вот, я все по-другому, я сложность самого лечения по-другому представляю, я думал, что у меня будут везде штифты, потому что мне до этого все коронки ставили, они все были со штифтами. Это очень странно. Да, но это, я так понимаю, только если, там, зуб мертвый, больной, вот, или мне его просто умиротворяли, да, этот зуб, я не знаю, но... Депульпировали. Да, я думал, что у меня будут во всех зубах штифты стоять, поэтому сложность лечения. Я еще удивилась, когда ты мне этот вопрос о штифты, я такая, какие, зачем? А в итоге минимальный спил, то есть, даже спила большого не было, такого, чтобы прям... Чуть-чуть обточили твои вообще зубы. Да, то есть, и обточили, по-моему, за три часа в первый день, что для меня тоже шок вообще. Нет, если бы их, как больные зубы, стачивали под пенечек, да, может быть бы и не три часа, было бы больше времени. Но так как бы у тебя зубы были нормальные, тебе не нужно было стачивать их просто. Как ногти, да, чтобы сделать, подпиливают, там, чуть баф вам. У тебя тоже какие-то зубы побольше, какие-то поменьше. Во-первых, надо, чтобы, когда подпиливают, надо их сравнять, да, и выпирающие части зубов, ну, в любом случае, надо спилить. Плюс еще вот этот первый слой, дентила, или вы говорили, не доходят, ну, не нужно это делать. Ну, и вообще, еще хочу сказать про обезболивающие отдельно. Да, скажи. Потому что у меня семейное такое, у нас обезбол не всегда хорошо действует, вот. А обезбол был просто термоядерный. Ты первый клиент, кто об этом говорит, многие, наоборот, говорят, подкалите. Вообще, у меня был даже шок, у меня абсолютно онемело все, вообще вот все просто. И я просто лежал, кайфовал вообще. Никогда такого обезбола у меня не было, вот сколько я лечил. Оно как-то точечно, обычно, но я так понял, что мышцу ставили в низние уколы, и полностью отнялось, даже я не чувствовал пол лица. Вот, держал так долго, да, потом, когда уже, как бы, первый день закончили лечение, поставили временные зубы, я еще потом часа два, наверное, отходил. То есть это очень круто, и это действительно важно, потому что, ну, из-за обезболивающего, конечно, так весело не будет. Приветик. Подойди к нам, у нас есть еще один клиент, который закончил сегодня. Можно мы идут с своими зубками? Садись сюда. Александр, как и Евгений, они все в одно время закончили. Можете, мальчики, показать свои красивые зубки поближе? Классно, да, классно. Улыбнитесь. Вот такие вот красавцы. Есть какие-то пожелания для наших клиентов, чтобы они не пугались, не боялись, что это не страшно, что, не знаю, что осталось. Не бойтесь довериться, не бойтесь довериться 100%, но клиника на самом высоком уровне, и все очень приветливые, действительно стараются помогать на всех этапах, с вниманием относятся, постоянно спрашивают больно, не больно, хорошо, плохо, кофе. В общем, сервис максимальный, прям турецкий сервис. Александром мы даже ездили на море, потому что в воскресенье выпал выходной у клиники, я ему тут все показывала, рассказывала, сводила на водопады. Ну, Евгений с Ангелиной, конечно, они там в другом месте живут, поэтому я их тут не поводила. Но они Турцию еще и знают, много раз приезжали. Вот, а Александр был в первый раз, поэтому важно. Спасибо, да, работникам, что они помогли и провели экскурсию по городу. Работникам почти, в дружину. И приятные, с полезным. Да, да. Светлана сейчас тоже приезжала, тоже сегодня закончила зубки. Целыми днями тоже стараемся проводить время вместе. Познакомилась с моей мамой, которая тоже зубки закончила. В общем, мы здесь и отдыхаем, и лечим, и на все вопросы решаем. Ну, Нелли всегда на связи. Я всегда на связи, да. Всегда вообще, в любое время мы всегда в Телеграме списываемся, какие-то вопросы, если что-то возникает в процессе, всегда на связи. И это очень сильно успокаивает и помогает. Дизайны, там, цвет, все, все. Вообще бомба, вообще бомба. Понравилось? Да. Да, все идеально. Я-то твои не видела, был бы еще. Класс. У тебя 1М1, скорее всего, цвет. Не, у нас одинаковый, у нас двойка. У тебя такое ощущение, что у тебя белее. У тебя белее, у него чуть-чуть джин-джин. А, ну, значит, нет, ну, значит, разные. Да, я думал, что одинаковые. Очень большой спектр цветов, которые можно выбрать. И дизайнеры здесь, техники дизайнеры подбирают там по цвет волос, цвет глаз, цвет кожи. Советуют, да, какие. Плюс пациент всегда смотрит. Я хочу такие. Ну, вот если мы видим, что не очень он ошибается, мы ему подскажем. Плюс большой спектр разных дизайнов. Есть Голливуд, молодежь. Я взял Голливуд, у меня Голливуд, да. С клыками длинными, там покороче, передние длинные, двоечки коротенькие. Можно сделать полностью ровные. Я не помню название, какие. Как кролик. Да. Рэббит. Любые варианты, да, они на самом деле, огромная палитра там цветов и всего. Вот каждый себе 100% найдет. Да, конечно. Ну, и по форме лица очень важно смотреть. Вот я в Голливуд, потому что мне по форме лица и по челюсти больше подходят. Вообще ни разу не пожалел. А ты не помнишь какие? Очень круто, как родные сидят. Нейчером. Нейчером. Ага. Натуральные. Натуральные, это когда передние длинные, вторые двоечки короткие, троечки длинные, потом опять идут короткие. Ну, то есть они вот идут вот так волной. Вот это натуральные. Голливуд, это идеально ровно. У тебя перед этим вот такая была форма, поэтому плюс-минус как было. У тебя идет хорошо. У него клубов вот не было, да, у него были ровненькие. Тебе вчера поставили, ты как себя чувствуешь? Как вообще, давай, вот у нас Евгений очень много рассказал про состояние больно, не больно, как ты мучился, не мучился. Да, было так тяжело моментами. В каких моментах тяжело было? Когда там короткие стали. Вот, когда меняли, да? И клей, когда вы проделывали. Вот это вот было. Приятно. Мне мама тут подсказала недавно, что если, когда будут уже постоянные коронки одевать, нельзя делать анестезию, так как ты не почувствуешь прикус, да, что мешает, что не мешает. Но если больно, можно сделать обезболивающий укол в попу. Все, не всем пациентам предлагают, да, иногда просто из головы-то выходит, но можно. Все, есть еще какие-то пожелания, может быть. Пожелания, решаетесь, решаетесь. Если что-то давно решались, потому что стоит решиться объехать. Да, главное, чтобы все были довольны. Я, например, очень радуюсь, когда все довольны. Вот, нету таких претензий каких-то. Такие все, а, мах. Не бойтесь, не бойтесь, приезжайте. Не пожалеете сто процентов. И это не больно. Не так больно, как можно себе представить? Многие боятся, знаешь, даже не боли, а неизвестности. А вдруг что-то будет не так? А что, вдруг накосячат? А вдруг сделают плохо? А вдруг будут стрёмные материалы дешевые? Не, ну здесь все точно надежно. Я, кстати, еще забыл сказать, что я проверял по всем там Google Maps, по всем отзывам. Ага, мы устро-версик, если кто-то всегда. В IT работают по этому. Вот. И везде отлично отзывы. Ну и здесь, видно, здесь очень много клиентов. У нас есть отзывы на двоечку, на единичку. Фейковые от клиентов с Европы, которые даже сюда не приезжали. Потому что это происки конкурентов. Здесь очень жесткая конкуренция в Турции. Вы просто не представляете. Турция занимается, ну, несколько десятков лет зубными турами, трансплантацией волос и хирургии пластической. Со всего мира сюда ездят. И, ну, у всех бизнес это вот зубы. И турки прям, они конкурируют. Очень плохие отзывы, друг другу пишут. Поэтому не всегда хорошие отзывы, это нормально. Может быть, это фейк. Так же, как и плохие. Подкреплять надо все отзывы, чтобы... Вот фотографию прислал до было и после. И написал плохой отзыв или хороший. Через год носки, вот, то есть, такой вот был очень неплохой. Я очень хочу, чтобы все, кто вот сюда приехал, ребят, сделали после года доски, да, обязательно. Я тебе пришел. Вот от вас буду ждать. Или приедем. Мы здесь часто, мы каждый год приедем, поэтому мы приедем. Все, увидимся на элайнерами приедем. Да, у нас теперь план летения есть еще. Да, Ангелине сейчас будем делать элайнеры. Ну, не сейчас, вот, в следующий приезд она приедет. Посмотрим. Чтобы сделать элайнеры, я уже говорила в каких-то видео, ну, тут напомню. Три раза надо приезжать. В первый раз мерки будут снимать. Отправляет эти мерки в Америку. Через месяц Ангелина вернется, заберет коробку, которая с Америки придет. Будет 6 или 8 месяцев менять дома сама. И потом третий раз приезжает. Врачи смотрят там хорошо все или что-то еще доделать. И ставят ретейнеры. С ретейнерами, к сожалению, надо постоянно ходить. Ну, я уже привыкла, у меня уже одния. Я очень рада буду всем, кто напишет, задаст вопросы. Вообще, люблю коммуницировать. Пишите, не стесняйтесь. От меня пока-пока. Пока. Удачи всем. Приезжайте. Всем хорошего. Пока-пока. Позоверите. Ха-ха-ха. Пока-пока. 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 Пока-пока.